Для многих первым учебником в жизни была азбука. Интересный факт, что она была издана еще в 1574 году. А какой учебник со школьных лет помнят челябинцы? Давайте узнаем. Родную речь и стихи Пушкина. Я помню учебник истории Сахарова, потому что было очень много дискуссий по поводу того, по какому учебнику лучше заниматься. Букварь, красивый, красочный. Математику любили и очень увлекались ей, и помним до сей поры. Больше всего, наверное, математику. Букварь, потому что алфавит. Мы им пользуемся. Просто история была коричневенькая, и все, я ничего не помню в девятом классе. Литература мне очень нравилась. Произведения все. И Толстого, и Лермонтова, и Синина. Азбука, потому что это первый учебник. Литературу помню. Потому что у нее по ней была пятерка. В основном, наверное, литературу я помню учебник. И Пушкин, и Лермонтов, и Чехов. Мы учили, это все знали, они нам были доступны. Литературу. Потому что я ее не очень любила, поэтому я всегда ее помню. Так, первый учебник для детей начальных классов был издан в России в 1864 году. Он назывался «Родное слово». Этот учебник пережил 146 изданий и актуален по сегодняшний день. Не забывайте школьные знания. Отличного вам дня!